С точки зрения безопасности, этот апрель выдался не очень благоприятным. Взрыв газа в Нижегородской области, происшествия, связанные с палом травы. Как не допустить трагедии? В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. Здравствуйте. В нашей студии представители комиссии по экологии, общественной палаты Одинцовского округа, Михаил Белозуп и Сергей Викторович Рыжков. Здравствуйте. Здравствуйте. А я напоминаю телезрителям, что у них есть возможность задать вопросы гостям в студии. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. И как обычно, прямой эфир сейчас идет в социальной сети Instagram. Также вы можете там оставлять ваши комментарии и, конечно же, вопросы. Я всегда предлагаю гостям начать по порядку. Комиссия по экологии сейчас в нашей студии. Что же у комиссии по экологии в повестке? Сергей, вы? Ну, давайте я начну. Давайте. По старшинству. Ну, сейчас идет апрель месяц, весна. Самые такие у нас это субботники. Самые главные в повестке дня. Прошел 24 числа общий субботник Московской области. Где принимали мы все участие. Убирались на территории нашего округа. В Веднигороде, в Кубинке, в Одинцово, в Голицыно. Ну, везде это прошло. Что у нас сейчас, как вы уже озвучили, пал травы. Сейчас мы это мониторим, контролим, чтобы не было этого. Это у нас, как всегда, Михаил Голозупов занимается контролировать, чтобы не было заборов вдоль рек. Чтобы люди недобросовестные не огораживали территорию, чтобы могли все подойти. Ну, и эко-мониторинг. Выброс там свалки, мусора незаконный. Сейчас такая большая, очень сильная проблема по всему округу. Ну, не только по всему Подмосковью. Машины с мусором вываливают прямо на обочину, чтобы не ехать на полигон и платить деньги. Ну, это вкратце так. Миш, вот сейчас с весной экологических проблем стало больше? Или примерно на одном уровне? Ну, в зависимости от сезонности, может быть, только разные? На самом деле, тут сезонность, конечно, сказывается. Потому что зимой, естественно, шашлычников нет в лесах наших любимых. Только самые суровые шашлычники. Да, только самые суровые шашлычники. Ну, и, соответственно, как бы все, что под снегом лежало, сейчас сплыло. И вот, ну, как бы субботники это тоже все показали. Например, вот в Глазынино проходил субботник, там общественная палата и так далее. Вывезли, ну, не знаю, там около двух камазов, по-моему, мусора. То есть, к сожалению, да, все это вот есть. А так, ну, опять же, тот же самый пал травы, да, сейчас вот эта проблема добавилась. Потому что, опять же, те же самые люди, которые приходят там в леса, приходят или просто, ну, как бы, я не знаю, для чего, для балавства, для чего поджигают эту траву, совершенно не задумываясь там о том, что может произойти. Вот, и проблемы, на самом деле, серьезные. Потому что, ну, раньше, скажем так, где-то в деревнях и так далее всегда людям объясняли, почему есть выражение, там, детям спички не игрушки. Ну, там, за спички в деревне могли очень серьезно наказать, если увидели, что ребенок с ними играет. Потому что, не дай бог, что случится, там могла выгореть вся деревня, и все понимали же, ну, чем это грозит. Сейчас, может быть, просто, ну, надо какие-то все-таки в школах не только объяснять людям, чем это может грозить, и даже, может быть, показывать вот эти вот последствия. Иногда даже вот эти социальные ролики есть, когда вот, ну, там, может быть, Кринпис или кто-то, они показывают, что может произойти, когда вот, как минимум, да, вот эти звери, которые живут там, полевые, даже лисы, зайцы, они все гибнут, и это ужасное зрелище, ну, вот, если касательно экологии говорить, да. Я уже не говорю о том, что там любой вот такой вот маленький там пожар, он может привести к тому, что просто выгорит там несколько домов, да. И вот такое, кстати, недавно случилось, и при этом у нас вот руководитель общественной палаты, Ариан Кристалинская, она стала непосредственным свидетелем, потому что рядом с ней, там, в деревне Барки, да, вот, там вот как раз произошло такое возгорание травы, то есть выезжала пожарная там бригада, все это тушили, и очень тяжело, как бы, ну, это трудно потушить. Мы это обязательно увидим. Я, во-первых, хочу прочитать вам комментарий от Зеленой Рощи, она пишет, что ребята молодцы, работают в палате без заработной платы и на одном энтузиазме. Ну, я думаю, что это комплимент. А мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Антон Васильевич. Антон Васильевич, очень приятно. Вы хотите задать вопрос? Да не то, что задать, просто, пожалуйста, хочу. Жалуйтесь на Зеленой. Я живу в городе Калицыно. У нас наружное свечение, фонари, включаются вечером в 18, но мы, когда еще в это время, когда солнышко есть, все солнышко светит. А выключается, как вы говорите, отрые-отрые, изгощается в 7-730. Но мне просто как пожилому человеку просто, ну как сказать, обидно, что у нас там за люди работа электрических, которые командуют. И по вещи за одно место я скачаю. Жестоко вы. Вот по работе, мне кажется, уличного освещения вам сможет пояснить ситуацию наш следующий гость второй части программы, которая отвечает за ЖКХ в общественной палате Сергей Михайлович Ерш. Ерш, я думаю, что он сейчас ваш вопрос слышал и обязательно его прокомментирует. Именно с этого мы вторую часть и начнем. Из-за неосторожного обращения с огнем в лесу возникло возгорание. На место выехали пожарные и сотрудники Центр лесхоза. Весенние учения прошли в Одинцовском округе. Внимание на экран. Брошенный окурок или пал сухой травы. Валежник вспыхнул моментально. Возгорание обнаружил лесничий. Это нереальный случай, а легенда традиционных весенних учений. Распространение огня пошло низовым способом по травянистой подстилке и была угроза населенному пункту. Лесничий, который обнаружил пожар, сообщил о случившемся в дежурную службу лесничества. В ожидании помощи приступил к тушению возгорания. К месту происшествия уже спешат лесопатрульный комплекс и сотрудники МЧС. Был вызван трактор с лесопожарным оборудованием, который провел локализационные действия, то есть проложил минерализованные полосы с целью провести локализацию данного очага возгорания. То есть дальше этой линии пожар не пойдет? Да, дальше этой линии пожар уже не пойдет, не будет распространяться. Горение локализовано и ликвидировано за считанные минуты. Все службы сработали слаженно и профессионально. Хотелось бы, чтобы навыки не пригодились, но на это надежды нет. Сообщения о возгораниях поступают ежедневно. Эти кадры были сделаны на минувших выходных в деревне Барки. Сезон пала травы открыт вопреки закону и здравому смыслу. Люди не рассчитывают свои силы, думают, что смогут предотвратить, отжечь, вырастить свежая трава и тому подобное. Но они справляются, а огонь уходит. Огонь уходит и уничтожает все живое на своем пути. Потушить сложно, а вот предотвратить легко. Достаточно просто не поджигать сухую траву. 16 апреля в Одинцовском округе был введен особый противопожарный режим. Гулять в лесу можно, а разводить костры нельзя. Ограничения накладываются и на хозяйственную деятельность в населенных пунктах. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сумма штрафа для граждан составит до 5000 рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Одинцовский округ к пожароопасному периоду готов в распоряжении лесничеств современная техника. Как автоцистерны, так и легковые автомобили, даже дроны служат на благо леса. Каждая машина укомплектована противопожарным инвентарем для первоначального тушения. Ранцевый огнетушитель, лопата, емкость для воды, топор, пензопила. Также у нас в распоряжении в землегородском филиале имеется один квадрокоптер для определения площади лесных пожаров. Для кого это сезон отдыха на природе, а для лесничих работа в режиме 24 на 7. Патрулирование с воздуха и земли, чтобы не допустить непоправимого. Сегодня наши пользователи в Инстаграм очень активны. Например, Линок Инстаграм пишет. Молодцы, настоящие общественники и хранители окружающей среды Одинцовского городского округа. Так что вам еще один респект, как говорится, сейчас современным языком. И есть еще один вопрос. Я так понимаю, что он не совсем по вашему профилю, но не могу не прочитать. Добрый день. Почему при строительстве платного путепровода в Савинской слободе происходит нарушение конституционных прав граждан? А именно всех лишают бесплатной альтернативы. Это Виталий нам пишет. Сможете прокомментировать? Мы обсуждали осенью этот вопрос. Сейчас надо его еще раз узнать, какая там ситуация по этому вопросу. Но попрошу Виталию написать письменное обращение в общественную палату. И мы тогда этот вопрос обсудим с коллегами и поймем, в какой комиссии должна этим заниматься. И дадим, конечно, ответ. Давайте вернемся к палу травы, с которого мы начали. Проблема действительно большая. Мы видели кадры из деревни Барки. Это Одинцовский округ. Недалеко примыкает частный сектор. И огонь, в общем-то, был достаточно близок. Слава богу, пожарные успели ликвидировать возгорание. Общественники как борются с этим опасным сезонным явлением? Ну, честно сказать, так же, как и не общественники. Потому что мы такие же люди, как и все. И те, кто увидел, не дай бог, это возгорание, сразу же, естественно, надо... Если не удается своими силами это потушить, а, скорее всего, если вы увидели, что там уже горит, то, скорее всего, уже не получится это потушить, то, конечно, сразу же надо вызывать пожарных или 112, чтобы они это потушили. Потому что это будет все равно оперативнее. То есть это первое, что надо сделать. А потом уже, может быть, еще там покричать, побегать. Попробовать потушить все-таки по возможности. Много коллега из общественной палаты, Галина Рязанова, посоветовала, она в прошлый раз тоже возглавляла комиссию по экологии, чтобы мы ходили в школы и разговаривали с подростками, как бы объясняли им, что поджигать траву – это очень плохо для природы, и чем это может закончиться. И вот мы сейчас как раз планируем, мы послушали ее советы, и планируем сейчас как раз связаться там со каким школам-то у нас, откликнуться и тоже донести до учащихся, потому что как бы очень много поджигают траву еще все-таки дети, которые бывают, как Михаил говорит, чтобы тоже отключить этот случай. Ну, этот не случай, так сказать. Чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в результате пала травы. А подробнее о том, насколько проблема пала сухой травы актуальна это весной, и на какие правила пожарной безопасности сейчас стоит обратить особое внимание, мы поговорим с представителем отдела надзорной деятельности по Одинцовскому округу Евгением Белебезьевым. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Евгений. Расскажите, пожалуйста, какая противопожарная обстановка сейчас складывается на территории Одинцовского округа? Да, коротко по традиции доложу обстановки с пожарами на территории нашего Одинцовского городского округа. На сегодня зарегистрировано 242 пожара, в прошлом году 267, при которых погибло 8 человек. К сожалению, буквально сегодня произошел пожар в садовом товарища Андреевская-2, та, при котором в ходе тушения был обнаружен обгоревший труп женщины преклонного возраста. Получили травмы в этом году 4 человека, в прошлом году двое. К сожалению, до сих пор в результате пожаров в садоводческих товарищах и домах, используемых в поддаче, гибнут люди. Строение имущества уничтожает огонь. Основными причинами таких пожаров является неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки печного отопления. Также, по оперативным данным, с конца марта на сегодня в округе зарегистрировано 47 случаев возгорания сухой прошлогодней травы и мусора на открытых территориях населенных пунктов и в полях. При этом в каждом случае причиной пожара стал человеческий фактор. Все пожары были оперативно потушены федеральной противопожарной службой. Вместе с тем уже имеется два случая лесных или так называемых ландшафтных пожаров. Переечный материал проверок, по которому получены от органов лесхоза, в настоящий момент дознавателями отдела проводятся проверки. Только благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений и общими усилиями удалось не допустить перехода огня на живые дома. За нарушение порядка разделения костров и использования открытым огнем инспекторами выявлены виновные лица, составленные 39 административных протоколов в отношении граждан. Хочу отметить, что отделом проводится определенная работа с собственниками земельных участков и организациям агропромышленного комплекса. Взято на учет свыше 20 крупных участков землевладельцев и агропромышленных организаций, имеющих значительную площадь для сельхозпроизводства. В адрес указанных лиц направлено письмо-представление о необходимости устройства минерализованных полос, современной уборки мусора, сухой простовогодной растительности и пожарных остатков. Буквально сегодня мы получили от Главного управления гражданской защиты правительства Московской области абсолютные данные по случаю возгорания сухой травы на полях крупных сельхозугодиев. Сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении руководителей организаций и собственников. Проверяется информация. Евгения, на какие правила пожарной безопасности, тем более, что гибель людей происходит дачникам и тем, кто выезжает на отдых в садоводческие товарищества, нужно обратить сейчас особое внимание? В продолжение темы, травяные палы приносят большой вред природе, животным, здоровью, жизни людей. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя, объединяют почвенное плодородие, погибают семена растений, везде, где прошло и упало, не будет уже прежнего разнотравия. Сорняки захватят освободившись территории, погибают ноги насекомых, личинки. В огне горят свежевые существа, истребляющие различных вредителей, сады, огороды, участвующие в этом процессе. С 1 января текущего года вступили в действие новые требования пожарной безопасности, так называемой актуализированной редакцией правил против пожарного режима в Российской Федерации. Утверждено постановление правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года, номер 1479. Данная редакция определяет порядок поведения людей, а также содержание территории и зданий. Требования также касаются садоводов и дачников. В частности, собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостое, а также окашивать их. На территориях частного довладения запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого места. При этом правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности. Так сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка его должна определять 100 метровая полоса и 30 метров от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояние мог быть сокращено вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка металлическая, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежников, сухой травы и других горючих материалов. Что же касается мангалов и жаровни. Да, полностью это не запрещено. На своих участках можно использовать такие приборы для приготовления пищи на открытом воздухе. Расстояние от конструкции должно быть не менее 5 метров от зданий и построек. Нарушение правил пожарного безопасности при использовании открытого огня влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. А во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Напоминаю жителям и гостям района, что с 0 часов 16 апреля органам местного управления администрации Одинцовского городского округа постановлением от 15 апреля за номером 1125 введен особый противопожарный режим. То бишь, он налагает определенные требования, то есть это полный запрет на разведение костров. Соответственно, в период его действия строго запрещается производить костры, сжигать сухую траву, а также пройдение всех видов работ с огнем. Также предусмотрен административный тест для должностных лиц до 30 тысяч рублей и юридических лиц до полумиллиона. Мы в основном отрабатываем в ходе патрулирования, в случае любые поступающие к нам звонки, либо письменные обращения. Мы выезжаем в состав оперативных групп, стараемся установить виновников и пресечь данные правонарушения. Евгений, спасибо большое, что были сегодня с нами. Евгений достаточно подробный, мне кажется, понятно объяснил, почему не надо сжечь траву и почему надо быть внимательным с огнем. К сожалению, правила пожаробезопасности, наверное, как и правила дорожного движения, написаны кровью. И тут, собственно, дело не в штрафах, а дело в том, что могут погибнуть люди, может пострадать и сам человек, который не считает нужным тщательно соблюдать правила. А я предлагаю перейти на другую такую деликатную тему, связанную с выгулом собак. Мне кажется, первой достаточно хорошо о ней заявила председатель общественной палаты Марьяна Николаевна Кристалинская. Эта тема очень актуальна, хочется сказать, к сожалению, но тем не менее. Вот как вы думаете, такой скорее философский вопрос, почему эта проблема из года в год не решается? Казалось бы, живем в Европе, цивилизованный мир, но вот все никак мы не можем привыкнуть к правилам выгулы домашних животных. Сергей, я? Ну, давайте я скажу, ну, смотрите, мне кажется, что нужно для собак, чтобы они все-таки не гуляли на детских площадках, потому что самая такая проблема, это у родителей детей, потому что когда выходит молодая мама с ребенком гулять на площадку, а там, извините меня, собака перед этим погуляла, и ребенок, ему за ним тяжело же следить, он же по площадке перемещается, и может там и рукой взять что-то еще. Вот, первое, что я считаю, что должно быть все-таки специально отведено на места для собак, но если не получается, хотя бы чтобы владелец собак не гуляли на детских площадках, а если уж гуляют, и это произошло, убирали за ними. Я ездил в гости к своим друзьям в Москву, у них во дворе, ну, сделали такую отдельную территорию, оградили забором, и эту всю территорию засыпали песком, и все жители, у кого есть питомцы, выходят именно гулять вот на территорию. Что мне там понравилось, это там стоит лопата, большой ящик, вот они лопатой, хоп, в ящик убрали за собакой своей, и утром дворник, там специально кто-то, он приходит, этот ящик вывозит. Вот, мне кажется, если у нас так сделают, тоже, мне кажется, людям ноги-то одобрят, и будут довольны и мамы с детьми, и владельцы собак, что у них есть место, где погулять, а мама, что у них чисто... И ни у кого, ни к кому претензий нет. Да, претензий не будет. Все довольны. Михаил, поддерживайте коллегу. Ну, я поддерживаю, но я еще просто хотел бы добавить, что все-таки надо как бы самосознание людей повышать немножко. То есть, так же, как и с мусором, да, с уборкой. То есть, надо с детства просто человеку закладывать, что ты пришел, отдохнул на природе, убери за собой. То же самое и здесь. Как бы, ну, к претензии к собакам вообще никаких, да, понятно. Потому что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Если ты завел себе собаку, ты за нее отвечаешь. Соответственно, если что-то она там сделала, ты должен убрать. И чем больше будет людей, тех, которые убирают за собаками, тем, соответственно, как бы, ну, эта тема будет более, как бы, актуальной. Все будут смотреть. И уже, когда там один-два человека убирают за собакой, ну, все на них смотрят и думают, ой, типа, это нет. Чудаки. Чудаки, да. А когда большинство или там хотя бы половина людей будет убирать, это уже не будет считаться чем-то таким там непонятным для наших людей, да. И это будет наоборот. Те, кто не убирают, как раз вот на них уже будут смотреть, что ты какой-то не такой. И вот как раз так вот можно приучить. Потому что, ну, конечно, там площадки – это хорошо, но в основном, на самом деле, даже делают площадки не для выгула собака, а для дрессировки. А там, кстати, нельзя собакам делать то, что они любят делать, это прогулка. Да, и, соответственно, это большая проблема. И тем более тоже вот там очень много возникает вопросов, например, там с экологами мы общаемся часто, например, пакеты должны быть обязательно там бумажные. Ну, скажем, от общественной палаты или там активистов мы можем как сделать, например, какие-нибудь акции проводить, да, потому что у меня вот друзья, например, из Санкт-Петербурга, они проводили интересные акции, когда, например, выдавали бумажные пакеты, чтобы людям показать, что это несложно, вот вы взяли совочек и убрали. Да, и когда вот такие периодически будут акции проходить, может быть, тоже люди как-то потихонечку-потихонечку будут втягиваться. То есть это только вот, ну, скажем, личным примером каким-то можно, тоже самое с уборкой. Для вас сообщение от родительского сообщества Одинцовского округа – замечательная идея по проведению бесед со школьниками об опасности пал травы. Полностью поддерживаем и готовы оказать помощь, так что теперь вы знаете, к кому вам можно обратиться. Сразу две легенды отработали сотрудники МОСО «Болгаза» в ходе учебно-тренировочного занятия, которое прошло в Назарьево. Удалось ли его участникам справиться с поставленными задачами, узнаем прямо сейчас. Диспетчер на тревожное сообщение реагирует моментально. На место отправляет бригаду специалистов. А пока просят звонившего не терять время, открыть окна в подъезде, не пускать посторонних и ни в коем случае не курить. Спустя считанные минуты газовщики на месте исследуют место возможной утечки газа. В подъезде обнаружена загазованность 0,4%. Специалистам МОСО «Болгаза» предстоит обнаружить, локализовать и ликвидировать место условной утечки. На подмогу уже спешат полицейские, пожарные и спасатели. Скорая помощь тоже на готове. Пока одни работают в подъезде, другие разворачивают воздухонагнетатель. Требуется интенсивная вентиляция помещения. Визуально ничего не обнаружено, ручки на плите закрыты. Специалисты перекрывают газовый стояк в подъезде, в квартире, с которой шел запах газа, эвакуируют пострадавшего. Помогают спасатели и пожарные. Поставленные задачи выполнены. Бригады отработали достойно. На оценку 5. Вовремя приехала и полиция, и МЧС, и врачи, и пожарные. Соответственно, показали себе хороший результат. В ходе учений сотрудники МОС «Облгаза» и экстренных служб округа отработали сразу две легенды. По второй запах газа ощущался в подвале. Здесь задачи те же, условия другие. Сначала необходимо найти источник утечки. Источником запаха газа в подвале оказались два баллона с пропаном. Без помощи спасателей их не достать. От специалистов требовалось быстро обнаружить утечку газа и локализовать ее, и ликвидировать, соответственно. На что мы сегодня и увидели. Специалисты это показали, свой высокопрофессиональный уровень мастерства. Такие учения МОС «Облгаза» и смежных служб проходят ежемесячно. Особое внимание слаженности действий. Не реже специалистам приходится выезжать и на реальные случаи. Не всегда обходятся без жертв. Чаще всего причиной трагедии становится неисправность газового оборудования. Самостоятельно это не поймешь никогда. Поэтому нужно, чтобы приходили специалисты, обслуживали его и разбирались в нем. И давали рекомендации. Соответственно, если вдруг ощущаете запах газа, обязательно звоните 112. К слову, следить за состоянием газового оборудования внутри квартир для собственников не рекомендация, а обязанность. В прямом эфире ОТВ программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о безопасности. В нашей студии представитель комиссии по ЖКХ, общественной палаты Одинцовского округа Сергей Михайлович Ерш. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сергей Михайлович, я обещала Антону Васильевичу, что вы поясните про работу уличного освещения. Почему вот так получается, как получается в Голицыно? Ну, здесь, скорее всего, нужно обратиться в подразделение местное Голицынское Мособолэнерго. Они должны будут поправить эту ситуацию, потому что, скорее всего, это стоит или таймер какой-то, значит, или фотоэлемент, который, грубо говоря, нужно просто настроить на уже летнее время. По сезону. Да, по сезону. И, соответственно, освещение будет включаться уже в правильное время. Поэтому там нужно просто обратиться. Ну, мы этот вопрос, как общественники, возьмем на контроль. И, соответственно, здесь вот в Одинцовских сетях на союзные обратимся с тем, чтобы это положение поправить. Это обращение будет. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8-495-508-86-84. По этому телефону можно задать вопрос гостю в студии. Или высказать свое мнение о той теме, на которую мы сегодня говорим. Кроме того, свои комментарии и вопросы вы также можете оставлять в социальной сети Инстаграм. Сегодня основная наша тема – это газовая безопасность. К сожалению, несчастные случаи происходят нередко. Чаще всего что становится их причиной? Ну, чаще всего это, конечно же, неправильное использование газового оборудования, нарушение правил его эксплуатации, самовольная перепланировка помещения, где установлено газовое оборудование, неправильное использование вентиляционных дымоканалов, которые перепланируются, закрываются и так далее. В результате чего, а износ газового оборудования, то есть может быть уже со сроками выслужившими и так далее, оно может быть рабочее, но тем не менее, так сказать, уже подлежит замене, так сказать, по правилам диагностики и замене этого оборудования. Вот это основные являются причины. Сразу хочу ответить о том, что ответственность за содержание эксплуатации газового оборудования, она возложена на собственных квартир или на нематери квартир, которые проживают в настоящий момент… – Это те, кто непосредственно пользуются этим газовым оборудованием. – Да, те, кто непосредственно пользуются. И они называются как ВКГО, то есть внутриквартирное газовое оборудование. Это, прошу не путать, с ВДО, это внутридомовое оборудование газовое, ответственность за содержание, которое возложено прежде всего на управляющие компании, ТСЖ, ТСН и так далее. Но мы говорим о собственниках. – А вот как часто собственник должен обращать внимание на состояние своего газового оборудования? — Постановлением правительства Российской Федерации 14 мая 2013 года, номер 410, четко определены правила по использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. — Согласно постановлению правительства, собственники обязаны заключить договора на техническое обслуживание газового оборудования, которое должно проводиться один раз в год в специализированной организации. — А вот этот договор должен заключать непосредственно собственник или, например, управляющая компания? — Здесь может быть несколько решений этого вопроса. В качестве примера хочу сказать о том, что на сегодняшний момент 63% из общего, из 100% многоквартирных жилых домов, это дома с газовым оборудованием. — Это более 80 тысяч, 200 с лишним квартир, которые имеют газовое оборудование. И, соответственно, этот договор должен заключать, прежде всего, собственник за свое договорное. — Может быть, другой подход — это проведение общего собрания управляющей компанией и заключение агентского договора. Управляющая компания заключает агентский договор со специализированной организацией и, соответственно, уже отвечает непосредственно посредникам таким между собственником и специализированной организацией. — И договор оферты — это когда вносится в единый платежный документ строчка ТО внутри квартирного газового оборудования. Вот три момента, порядка заключения механизма, будем так говорить. — А самостоятельно можно заниматься поддержанием исправности своего газового оборудования? — Горически запрещено. И это, в общем-то, уже согласно Кодексу административных правонарушений влечет за собой наложение штрафных санкций, штрафов, будем так говорить. Часть третья, статья 9.23 КОАП четко определяет о том, что на физических лиц налагается от 1000 до 2000 рублей штраф. Ну, а на граждан, вернее, на лица уже должностные лица, там от 50 до 20 тысяч налагается. — Ну, штраф, наверное, это еще меньше, и зол, потому что может произойти еще чего похуже. — Да, это, естественно, так сказать, и порядок, я готовился к передаче, сегодня посетил одну из компаний, у нее 70% заключенных практически договоров, компания «Юникон», вот уточнил у них и так далее, вот расценки, ну, в месяц, в месяц, допустим, если брать две позиции, это газовая плита и газовая водогрейная колонка, то получается 271 рубль всего лишь вносится в единый платежный документ, вот за две позиции, которые предоставляют услуги компании. Конечно, это не та цена, так сказать, которой можем ожидать жизни близких людей, там, и так далее, и так далее. — И спокойствие можно спасти спокойно. — Спокойствие, да, и свое, и соседей своих, и так далее, в доме. — Как мы так говорим, абстрактное обслуживание газовой оборудования, вот что это из себя представляет? Вот что делают специалисты, когда приходят к собственнику, на что они обращают внимание, что они смотрят обычно? — Ну, прежде всего, есть, будем говорить, технологические карты у сотрудников, которые проверяют, и там в этой технологической карте прописаны четкие все шаги, которые они должны проверить. Начиная от крана, который перекрывает установленных, там, соответственно, газовое оборудование, котла, или это водогрейные колонки, или это газовые плиты, и так далее. Проверяются все вода, обмыливаются, смотрятся, значит, шланги подводящие. В общем, это целый регламент, который, так сказать, подлежит четкому-четкому выполнению и отчетности. Соответственно, они также несут ответственность за осмотр вот этого газового оборудования собственника. — Ну, комментарии-то тоже поступают, они, конечно, такие короткие. В общем, вы огонь, Сергей Михайлович. Пожалуй, больше тут ничего не добавишь, не убавишь. На самом деле, да, многие слышали о том, что необходимо следить за состоянием газового оборудования в квартире, но боятся пускать специалистов в квартиру, потому что, да, нередки, к сожалению, случаи мошенничества. Вот как себя уберечь и от мошенников, и чтобы с газовым оборудованием было все в порядке? — Ну, прежде всего, я еще немножко вернусь к предыдущему моменту. Значит, на специализированную организацию, если она обслуживает дом или квартирный, возложена ответственность двухкратного информирования жителей о проведении технического обслуживания газового оборудования. Это, прежде всего, посредством листовок, информации в подъездах, по почте или, значит, по телефону и так далее, и так далее. То есть это не какие-то скрытые люди, которые приходят, стучат вам в дверь, звонят в неизвестных жилетках, так сказать, с удостоверениями и предлагают, вот, ну вам сделаем скидку и так далее, и так далее, и так далее. То есть прежде всего нужно обращаться, это в управляющую компанию, вот, нужно смотреть, что вам сказать, за теми компаний, которые уже на рынке предлагаются, которые проверены, которые есть в Одинцовском городском округе и так далее. Ни в коем разе не поддаваться на какие-то физические лица. Прежде всего, допустим, та же компания, я вам скажу, вот Unicorn, которая, это прежде всего акт выполненных работ вы подписываете. Вы оплачиваете квитанцию только по безналичному расчету, то есть нет никаких наличных денег и так далее, и так далее. То есть идет четкая прозрачная отчетность о проделанной работе, вот. Ну, мошенники, конечно, берут наличные деньги и так далее. Хотя в то же время можно сказать о том, что есть физические лица, которые имеют удостоверение, действительно, и они, так сказать, прошли определенное обучение, имеют право также менять и так далее. Но здесь, еще раз повторяю, что лучше все-таки обращаться в специализированную организацию. Ну, предположим, фантастическая ситуация. Живет человек в доме, у него газовая плита, и он не знает, какая компания должна обслуживать. Заключен у него договор. Может быть, надо бежать заключать. Может быть, управляющая компания заключила. Но, прежде всего, еще раз говорю, нужно идти в управляющую компанию. Управляющая компания это четко объяснит. Вот, допустим, Транжинстрой, они заключили агентские договора с специализированными организациями. Большинство и оплачивают уже через управляющую компанию. Для них это выгодно. То есть платежки это окружено. Они приходят и спокойно в платежке, так сказать, своя управляшка. Они знают людей своих управляющих, работают и так далее. Такая компания, как, допустим, специализированная Уникон, они перешли на платежи через ЕРЦ. ЕРЦ тоже в этом плане, они молодцы. Они дают 90% информации, все своевременно выдают и так далее, и так далее. То есть можно обратиться в ЕРЦ, в управляющую компанию. Можно обратиться, я даже готов сейчас выдать, так сказать, какие-то контакты, там, телефонов, чтобы не было просто рекламы. Сказать, пожалуйста, обращайтесь и заключайте правильные договора. А он заключается на срок не менее на три года. Вот, с периодичностью, еще раз повторю, осмотра обслуживания газоводов один раз в год. То же касается и ЖС домов, собственников жилья, индивидуальной, так сказать, жилой застройки. Также обязательные условия заключать эти договора, типа ВРЦ. Неисправность газового оборудования. Мы можем заподозрить только по запаху газа? Или, может быть, есть какие-то другие признаки, на которые человека, живущий в доме с газом, должен обращать внимание? Ну, лучше, конечно, установить специальные сигнализаторы. Сейчас есть сигнализаторы, те, которые звенят, пищат, информируют. Есть более современные системы, они немножко стоят подороже, которая стоит отсекатель, клапан. То есть он ставится, соответственно, на обводной кран, и он четко отсекает клапан. Можно дойти дальше, продвинутые, они просто выставляют себе на айфоны и следят за системой умный дом. И можно четко смотреть, что происходит в доме с газовым оборудованием. То есть вовремя вы просто получите сигнал о том, что проходит утечка газа. Вся жизнь сейчас в смартфоне. В смартфоне, да. И сейчас, в общем-то, это все упрощено достаточно паспорно. Давайте такой прям короткий итог. Заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Это не рекомендация для собственников, это обязанность. Это обязанность, да. Согласно постановлению, это уже обязанность, которую жители должны обязательно использовать. И я, пользуясь случая, хотел вам сказать о том, что буквально сегодня получил информацию о том, что заключить договор с газовщиками сейчас можно в режиме онлайн. Удобная функция появилась на главной странице портала Добродел. Вы можете кликнуть по баннеру «Спаси себя», выбрать вид договора, далее заполнить заявку на обслуживание в частном доме или квартире, указать фамилиями отчества, соответственно, контактные данные. Обработка заявки будет в течение 8 дней, все, так сказать, сделано. Даже ходить никуда не надо. Да, пожалуйста, через портал Добродел очень удобно заключать и пользуйтесь, берегите себя и своих близких, как говорится. Спасибо большое, Сергей Михайлович, что пришли к нам сегодня в студию. Но тут добавить нечего, действительно, берегите себя и спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. Продолжение следует...